Прекрасные глаза каждому. А за 36 лет, чего только не было, под надёжными руками хирургов, были очень маленькие пациенты. То есть родился он 24 недели и в 30 с копейками недель мы его уже оперировали. Его вес на тот момент составлял меньше 1 килограмма. А также очень зрелые пациенты. Пациентка оперировалась в прошлом году, ей было 102 года. Она говорила о том, что примерно лет 30-40 точно она так не видела, как после операции, как здорово в 102 года увидеть снова краски мира, которые были когда-то в молодости. Прекрасные глаза каждому. По таким девизам работал знаменитый на весь мир российский академик Святослав Фёторов. Он и был инициатором открытия в Хабаровске филиала микрохирургии глаза 36 лет назад. Я помню вот эту замечательную речь, когда вокруг стояли 30-летние молодые хирурги, будущие офтальмологи. И когда он говорил, ребята, вы выбрали такую специальность, она так востребована, мы будем помогать людям. Они будут вам благодарны. Работы через край. Так и получается. Вот так выходят хирурги наши, потому что так много работы. В 1988 году открывалось большинство филиалов. И я сам, будучи тогда 10-летним ребенком, смотрел по телевизору программу, где Стаслав Александрович открывал очередной филиал. Фотографии людей, работающих в микрохирургии глаза с момента ее открытия, а также первое оборудование учреждения, представлены сейчас в экспозиции Градековского музея. Выставка временная. Ознакомиться с ней можно до 1 сентября. Современные же технологии хабаровские ученые демонстрируют на профильных выставках. Наши технологии мы неоднократно выставляли на выставке, на престижных выставках в Москве, в Санкт-Петербурге. Мы выставках инноваций, технических инноваций завоевывали золотые и серебряные медали. За 36 лет хабаровскими офтальмохирургами разработано и запатентовано более 200 изобретений, которые используются в клиниках всей страны. Я уже полвека в офтальмологии. Если мы писали, что у пациента высокая близорога, у пациентки, у беременной женщины, то ей сразу делали кесарево сечение. Разработки нашего доктора Олега Владимировича Коваленко позволили сократить частоту кесарево сечения, за что нас очень благодарили акушеры. В 5 раз. Когда только открывался филиал микрохирургии «Глаза» в Хабаровске, академик Федоров ставил задачу оперировать в год 10 тысяч пациентов. Благодаря развитию офтальмологии, по данным 2023 года, врачи провели свыше 34 тысяч операций. Марьяна Гейт, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.